Друзья, всем привет и сегодня мы с вами посмотрим на игрушку, которую порекомендовали вы мне в дискорд канале, да, я сегодня сидел, листал, смотрел, чтобы поснимать, потому что за последнюю неделю что-то ничего интересного, к сожалению, не вышло, и увидел вот эту игрушку, называется она Таверн Мастер, и здесь нам предстоит, как вы уже могли прочитать, да, и сами понять, быть в роли управляющего таверной в средневековье. Игрушка интересная, вышла вроде в 2020-19 году, я уже начинал запись, тут есть продолжить, но, к сожалению, у меня вылез синий экран смерти, потому что я недавно ползал в биосе, там кое-что делал, и пофиксил, я надеюсь, больше он не вылезет, и сегодня мы с вами проиграем нормально, так, поиграем чутко, я опять не буду заново всё записывать. Игра уже интересная, я уже немножко успел подзалипать, да, с вами, но вы этого, к сожалению, не увидели, но ничего страшного, игра интересная, возможно, мы её даже пройдём полностью. Сложность выбираем нормальную. Так, добро пожаловать, сейчас нас будут обучать, как управлять камерой, все херня, и сейчас будет самое интересное. Да, тут у нас нет стены, первый раз, когда я сидел, я думал, что это просто камера так сделана, что нет стены, знаете, как в Симсе, например, показано просто, что не видны там некоторые стены, а её просто здесь нету, ну, то есть, это из-за обучения, видимо. Да, это строительство, мы можем строить с вами двери, окна, разные вещи непонятные, и вот всё в этом духе. Также нас сейчас попросят купить стол, сразу же, да, со стульями, бац-бац, готово. И освещение, как видите, вот эти жёлтые штучки, они дают нам освещение, если освещения нету, как я понял, посетителям будет это не нравиться, то есть, они будут плакать сидеть, будут плакать, ныть, ну, и всё в этом духе. Дальше, у нас есть барная стойка, сейчас по фасту пробежимся, да, у нас есть барная стойка, мы сюда заходим, у нас есть пока что здесь только вода, а какая-то, верно, без пива, правильно, поэтому покупаем с вами пивную бочку и заполняем её полностью, бульк готово, как-то так. Следующее, что нас попросят сделать, это нанять персонал, тоже довольно-таки интересная вещь, у нас тут есть бармен, бармен и официант, то есть, у нас есть мужичок, который будет наливать, так сказать, пивасик. Позже раз выбирал что-то среднее, например, вот этого, привлекает на 3,5 посетителей, о, вот это, кстати, неплохо, вот это, вот это неплохо, давайте вот этого мужичка возьмёмся, у него статы относительно средние, да, и, в принципе, выглядит довольно неплохо, сам по себе. Да, давайте его наймём. Также у нас есть официантка, и у них есть, как вы могли заметить, уже левела, то есть, у них уровень первый в самом начале, их потом можно будет вкачать. У официантки есть скорость передвижения по лестнице, при переносе пива и еды, и без нагрузки, также сколько напитков максимум она может перенести, и сколько чаевых она получает в среднем. Да, и всё, это всё тоже можно будет, естественно, качать в будущем. Пока что я возьму вот эту вот девчулю. Скорость на лестнице я вообще не вижу смысла, от него сейчас никакого толку, у нас второго этажа нету, у нас стены-то не было, куда там второй этаж-то. Так что мы нанимаем её. Зовут её Лана? Пойдёт. Ладно, ну ладно. Так, ну всё, также да, у них есть вроде... А, нам пока не дают, обучение ещё не закончено. И есть ещё исследование, то есть тут целая огромная куча исследований, и как я понял, оно работает следующим образом. Вот, например, тут 25. Это означает, что, например, мы начинаем исследовать, и теперь к нам должно перейти 25 человек, и тогда исследование завершится. То есть первое, что мы с вами исследуем, это поварство, то есть мы это самое, да, кухню будем с вами изучать, потому что мы пока что... Всё, что продаём, это вода и пиво, то есть еды у нас здесь нету. И первое, что мы исследуем, это, собственно, как раз-таки напокушать, напокушать. Тут целая куча исследований, можете поставить на паузу, и медленно пролистаю, кому интересно. Я пока смотреть не буду, так сказать, интригу оставлю, да. Хорошо. И мне что больше всего понравилось? Во-первых, тут, смотрите, справа сверху, это сколько гостей в день к нам приходит, то есть... Есть вот отботчик в барах, плюс 10 у нас посетителей. От престижа, есть престиж, такая штучка. Её становится... Чем больше её становится, тем больше посетителей к нам приходит. Чтобы её стало больше, так сказать, нужно ставить разные декорации. Столы, кстати, тоже в декорации входят. Можем прямо сейчас посмотреть, видите, 10 престижа даёт этот стол. Мы сразу же его поставим. Почему? Сейчас объясню. Тоже сейчас всё вам объясню, расскажу, покажу. Поставим стульчик временно один ещё, да. В общем, в чём... Мне вот что понравилось, вот есть один прикол, очень интересный. Тут ковры есть? Этого я не видел. Вот, есть вот такая вот штучка, видите, слева от исследований. Это типа батл пасса, чтобы вы понимали. Игра одиночная, но есть такой маленький батл пасс, мини-миссии, можно сказать, которые по чуть-чуть тебя будут дальше-дальше заводить. Это, можно сказать, миссии по сюжету, но нет, но дают плюшки. Вот как-то так. Видите, тут чем больше мы накопим вот этих штучек, видите, я уже приобрёл 4 стола. У меня стоит их. И мы бац-бац-бац выполнили. Всё. Чтобы получить следующее задание, нужно перейти на следующий день. Тоже сейчас покажу, как это всё выглядит. И, в принципе, всё. Больше я не знаю, больше я не играл. Так что сегодня будем с вами вместе смотреть, развлекаться. Первые люди к нам уже приходят. Сразу включим с вами максимальную скорость. Потому что почему нет? Пивасик уже пошёл, пошёл, там всякая вкуснятина. Ну, они воду пьют. Ну, чуть-чуть-чуть-чуть. Вы пришли... Вы в таверну серьёзно пришли воду пить. Я вас правильно понял? Боже упаси. Да. И ещё наших пацанов можно качать. Также повышать им зарплату. Выставлять приоритеты на разные вещи. В общем, такое, такое, такое. Дела есть, дела есть. И игра интересная. Я бы даже хотел, возможно, её пройти. Это вся карта, чтобы вы понимали. Игра вышла в 2019 году. Я так полагаю, я делаю её, наверное, полтора землекопа её. Создавали. Судя по тому, как она выглядит, да. Но атмосфера всё равно как бы чувствуется. Ну, я прям чувствую атмосферку. Потому что... Сразу вспоминаю Ведьмака. Как минимум, да. Ведьмака. Вот это вот... Заходишь в таверну в Ведьмаке. Начинаешь играть в Гвинт. Потом выходишь. Бухущий. Бьёшь кому-то ебало. Ну, вот это вот, знаете, да. Вот эти вот все дела. Ну, понятно, я думаю. Капец тут, кстати. А она всё убирает? Это ещё интересно. Да, смотрите, она ещё прибирается у нас. В общем, интересненько. Интересненько. Также можно изменить название Совета Верны. Мы уже с вами меняли. Но вы этого не увидите. Я долго думал, как назвать. Ну и кто долго на моём канале, вы знаете, что из меня плохой, так сказать, называтель, название. Название-даватель. Ну, вы поняли. В общем, мне плохо даётся давать название разным вещам. Поэтому таверна называется таверна. И первый день у нас с вами закончился. Бонусы. Это, я так полагаю, от чаевых идут. Минусы. Это вот мы покупали столы. Всякое. Строительством занимались. Также, как я видел, тут есть, смотрите, редкие, золотые и королевские ещё люди к нам могут прийти. То есть, интересно, да. Для начала. Перед тем, как начать следующий день, давайте мы с вами поставим, во-первых, столики. Стулики, точнее, не столики. Столики у нас уже стоят. У нас 4 забитых стола. И мы выполнили сразу 2 задания. Это изменить название таверны. Назвали её таверну. Угу. Зашибись. И приобрели 8 скамеек. Дальше это завершите любое исследование. То есть, смотрите, начинаем следующий день. Да. И, кстати, у нас, смотрите, ещё левел. Девчуля наша апнула. Мы вот так вот бацаем. И что мы будем ей качать? Наверное, чтобы больше напитков переносила. Я думаю, это то, что нам необходимо. Включаем с вами скорость. И нам вроде... Да. Нам дали, смотрите, новые задания. Первое. Это купить огнетушитель. Угу. Потом приобрести 3 декорации. Обслужи 20 посетителей. Окей. Мне интересно, что за огнетушитель. Типа... Кого? Это? Это? Да это что? Это так огнетушитель в средневековье выглядел? Офигеть. Офигеть. Так. Есть два огнетушителя. Я вас понял. Ну, пока что ладно. Надо сначала на него накопить. У нас деньги в минус вообще ушли. Смотрю. Неплохо живем. Очень даже неплохо. В минус уходить. Это, конечно, кайф. Я, кстати, в прошлый раз нанимал девчуля. Она могла аж, если я не ошибаюсь, переносить 8 напитков. Эта девчуля может всего 5, к сожалению, брать и переносить. Да, в этот раз нам не повезло. Нет официантки, которая может переносить 8 напитков. В прошлый раз мне повезло. Там имбовая официантка попалась. 8 напитков это больше, чем 5 практически в 2 раза. Это очень даже неплохо. Учитывая, что тут есть максимум, естественно, да. Но пока что у нас все хорошо. Максимум посетителей в день примерно 20. Сейчас мы с вами еще кухоньку исследуем. Но для начала мы, наверное, с вами купим огнетушитель. Мне кажется, он может понадобиться. Сами должны понимать. Огнетушитель штука такая. Мало ли что загорится. Раз он нужен, значит нужен. Правильно ведь? Что тут? А, у нас еще наш бармен вкачался. Ему мы, наверное, вкачаем вот это. Чтобы он быстрее разливал пивко. Да, пойдет. Мне нравится, что они сразу много могут за раз напитков купить. Это, кстати, неплохо. То есть в день тут приходят хоть и 20 человек, но они очень много покупают. И это, естественно, в плюсик нам с вами. Так, и пришел еще один посетитель. Сейчас мы выполним с вами, наверное, задание. Исследование, точнее. Так, инструкции для кухни. Поздравляю с разблокировкой кухни. Вот бонус 800 монет. О, спасибо. Я как раз думал, мы сейчас долго будем это все собирать. Так что у тебя достаточно денег, чтобы ее построить. Ага, ага. Купи кухонный стол, полку для тарелок и ящик. Найми повара, жди пока посетитель закажет еду. Я так полагаю, нам с вами понадобится еще один человечек, да? Который нам с вами как раз-таки, ну, имеется в виду официантка. Вместо повара еще одна официантка. То есть, одна официантка уже справляться, мне кажется, не будет. Что мы будем исследовать? Есть лимонады. Есть, кстати, плюс 7 гостей в день. Я бы вот это взял. Больше народу, это же круто. Нет? Да. А как раз сейчас ночь будет. Они все уйдут. Денежки мы все получим. И ночью с вами займемся строительством. Я думаю, так и поступим. Лучший вариант в данный момент, как по мне. Ну, игра интересная. Я думаю, ее, правда, будет полностью пройти. Можно, потому что у нас сейчас с вами один маунт остался. Стрей мы прошли. Кто еще не смотрел стрей, блин, игрушка божественная. Всем советую глянуть или самим пройти. Блин, сделано хорошо. За последнее время чего-то такого мне уж точно не хватало. Думаю, я не один такой. Смотрите, мы уже наполовину исследовали. Фига себе. Это как? Это как вообще? Ладно. Так, 20 посетителей мы обслужили. Еще 100 монеточек, так сказать, бонусом. В этот раз, смотрите, в плюс на 1000 ушли. Это вообще, на самом деле, бодро максимально. Погнали заниматься строительством. Для начала сразу же займемся кухней. Что у нас тут? Это что значит? А, это здесь официанты, да, у нас стоят? Естественно, для кухни нужно отдельное помещение. Как же иначе? То есть, нам нужно, естественно, для начала сразу же... Бац! Да? Вот здесь вот, допустим, я сделаю дверку на кухню, да? И вот это все помещение, оно будет у нас для кухни. Пойдет? Думаю, пойдет. Сразу же куплю большое помещение, чтобы потом его, это самое, не менять, не перестраивать. Не заниматься, в общем, всем этим. Так, можно пол. Текстура пола. Она бесплатная? Они бесплатные, да? Тут денег не написано сколько. Ага, кажется, так и есть. Хорошо. Кухонька у нас будет, естественно, с каменистым полом. Потому что... А почему нет? Или можно с плиточкой? Кстати, давайте с плиточкой. Плиточка как-то поестественнее, да, смотрится. Окей. Что по поводу стен? Что по поводу стен? Стенки, стенки. Ага, есть верхняя, смотрите, стенка, а есть нижняя. Я тебя понял. Так, ну давайте что-нибудь каменистое, наверное. Что-нибудь вот такое бахнем с вами. Какие-нибудь каменные стены. Думаю, идеально будет смотреться. Хорошо, хоть это бесплатно, на самом деле. Так, и как-то вот так. Или... Можно что-нибудь такое сделать. А что, меняется? А, вот. Ну или можно... Вот так вот, может. Да, давайте вот так вот. Смотрится как-то... Странно, но мне пойдет. Мне нормально. Так, окей. Здесь мы, допустим, с вами закончили. Это вход на кухню. Здесь у нас кухня. И как у нас кухонька будет выглядеть. Давайте смотреть. Это что? Кухонный стол. То есть тут у нас работает повариха, да? Или повар. Кто там у нас будет? На Х можно поворачивать. На Х и З. А, они с двух сторон, кстати, смотрите, могут работать. То есть, допустим, я ставлю как-нибудь... Давайте начнем, наверное, тогда со шкафов. Допустим, я поставлю сюда один шкаф. Да. Давайте даже... Я бы два шкафа поставил. Но они дороговатые, сука. Давайте пока по одному поставим. Потом, естественно, расширим. Без проблем. Это что за ящики? Это, возможно, какой-то склад. Да, можно будет сделать тут. Допустим, я сделаю пока что вот так. Потом я сделаю здесь совершенно отдельную комнату. Собственно, со складом под еду. Скорее всего. Окей. Если какие-то игры еще, гейм. Особое. А, и, да, пока не забыл, нужно для пожаротушения движуху построить. Тоже лишнее точно не будет. Куда-нибудь вот сюда. Пойдет? Ну, смотрите, все идеально вместилось в итоге. Так. И, получается, у нас остается ровно 150 монет, чтобы мы могли с вами, так сказать, вместить. И построить кухоньку. Замечательно. Окей. Мы выполнили купить огнетушитель еще с вами задания, да. Это не может не радовать. Хочу ли я минать стены в таверне? Я бы изменил, возможно, да, на что-нибудь интересное. Вот эти, они как-то выглядят странновато. Хотя можно, мне кажется, под них что-то подобрать. Да. Пизда. Я не знаю. Надо подумать. Давайте вот это. Мне вот это почему-то понравилось. Я не знаю почему. Ну, выглядит неплохо. Хорошо. Делаем как-то вот так вот. И, допустим, стенки я хочу поставить вот такие. Давайте глянем, будет ли смотреться. Если нет, то сейчас переделаем просто и все. Ну, кстати, выглядит неплохо. Я, честно, думал, будет хуже. Выглядит как-то даже это. Посимпатичнее, возможно. Пойдет, пойдет. И текстуру пола. Текстуру пола, наверное, оставим деревянную. Это же таверна. Каменная у нас только здесь. Может, это кухня. Хорошо. Все, теперь у нас, смотрите, 40 в день. Фига. Фига себе. Фига себе. Это еще, учитывая, что мы исследования не взяли, сейчас еще плюс 7 будет посетителей. Лишь бы все вместились на самом деле. Я так полагаю, нам нужно бы сейчас персонала еще нанимать дополнительный. Что-то мне подсказывает. Получи в среднем 0,05. Это что, звезд? Типа за еду. Найми шеф-повара. Приобрети три декорации. Подавай только основные блюда целый день. Меню. Ага, десерты. Основные блюда. Допустим, я не буду подавать это. Я буду подавать только основные блюда. Хлеб. На это нужна пшеница. Так, полагаю, пшеницу я могу закупить... Да, смотрите, пшеницу я могу закупить, собственно говоря, на этих самых ящичках. Интересно. Окей. Но пока что мы ничего сделать не сможем, потому что я слишком много всего купил. Да, надо было, наверное, поменьше комнатку здесь пока что сделать. Но я заранее сделал. Так сказать, чтобы потом не переделывать, не перестраивать. Все подготовил сразу. Поэтому пока что оставляем как есть. Сегодня пусть пацаны у нас поработают плотненько, потому что, ну... Будем нанимать персонал. Будем людей, так сказать... А, это... А, ну вот это. Хе-хе. Будем людей... Ну-ка скажите, блядь, у меня в мозге это перещат сегодня. По швам, по швам. Будем нанимать персонал. Да, все, господи, тяжело. Надо накопить денег и будем с вами нанимать персонал. Может быть, мы прямо сейчас можем это сделать за бесплатно, на самом деле. Что-то мне подсказывает. Тут же бесплатно, да? Да, тут бесплатный найм. Давайте смотреть. У них есть скорость. Есть какие-то еще плюхи. Получаю два бонуса за каждое поданное главное блюдо. Кстати, у кого-то есть навыки больше, чем другие. Я, наверное, Джонни возьму. Да. Может, он, смотрите, основное блюдо. У него еще плюс два есть аж целых. Поэтому мы его с вами забираем. Джонни. Джонни, работать. Наняли мы повара. И практически получили бонус в виде напольной плитки. А, кстати, смотрите, мы потом получим какую-то картину. Новые рецепты пойдут, да? Фига тут рецептов. Элитная официантка. Феера себе. Звучит уже круто, на самом деле. Так, сейчас мы с вами закупим пшеницу. Надеюсь. Надо чуть-чуть времени. А что, а тут уже типа что-то есть? А, смотрите, тут изначально нам дали, смотрите, написано, что у нас есть 30 пшеницы, 30 яблок, 30 брокколи и 30 мяса. И в этой, и в этой. Вот так фига себе. То есть мы сейчас еще и едой сразу же, да, торговать начали. Звучит неплохо. Но я думаю, нам нужно... Что случилось? Нам нужно... А, мы задание выполнили, исследование, точнее. Нам надо это самое, скажите. Музыканты. Давайте лимонад. Нам нужно еще одну официантку нанять. Я думаю, она уже справляться не будет, потому что она и едой занимается, и пиво. То есть, смотрите, тут уже небольшой, так сказать, запор. Или как это так сказать? Ну, в общем, вы поняли. Так, еще одна официантка. Потянем? Давайте посмотрим, если я найду сейчас вкусную официантку. Во, есть, смотрите. Переносит больше напитков. То, что нужно. Я ее себе забираю. Мы ее нанимаем. Замечательно. Все, у нас теперь две официантки. Сейчас они начнут нормально работать. Их будет более чем достаточно. Я надеюсь. Я очень на это надеюсь. Так, задание. Три декорации нам надо с вами купить. Пока что столов вроде как хватает, да? Под вечер даже не забито. Смотрите, пустые есть места. Все хорошо. Это замечательно. Так, тогда. Что мы с вами делаем? Мы с вами покупаем какие-нибудь декорации. Что у нас тут есть? Давайте смотреть. Есть какие-то... Ух ты, ебать, что так дорого? Я только сейчас увидел. Я только сейчас заметил, что очень дорого. Это что-то стоит. Можно какие-то флаги, кстати, повесить, да? Как вариант. Кстати, неплохой вариант. Я бы какие-нибудь флаги вот сюда развесил. Какие вот флаги самые красивые? Какие синие? Синие? Да, синие? Давай. Раз, два. Во, два флага мы с вами повесили. Уже две декорации, да? Есть. Засчитываем, засчитываем. Окей. Что еще? Флаги раз, расставили. Можно вот кружечки. Смотрите, вот тут, например, куда-нибудь. Вот сюда. Бац, готово. Все. Задание мы с вами сдаем. Нормально. Напольную плитку забираем. Так, еще исследование тоже готово. Капец, кстати, быстро все на самом деле идет. Так, еще у нас девчуля апнулась. Хорошо, что мы ей возьмем. Скорость можно ей повысить, да? Давайте. Также сдали еще одно задание. Подавать только основные блюда целый день. Вот, тоже забираем. Все, и заканчиваем день. Бодро, бодро. Новые задания. Купи новую бочку лимонад. Нажми на любой источник света, чтобы сдать риски пожара. А, да, там так и работает. Подавать только десерты целый день. Вот видите, нас вот тут в заданиях в этих, да, батл пасса. Нам еще, типа, пока какие-то подсказки дают. Например, если я на виду и нажму, то есть риск пожара, смотрите. Фига себе. Есть, кстати, смотрите. А, вот в чем прикол. Понял. Я еще за свет плачу каждый день, оказывается. Вот этот новости для меня, на самом деле. Окей, сдаем задание, спасибо. Так, можем купить новую бочку? А, у нас денег нет. Не можем. Но я бы купил, потому что новая бочечка нам точно лишнее не будет, я думаю. Также я бы, наверное, еще где? В меню открыл бы нам с вами десертики. Десертики, потому что десерты лишними точно не будут. Пусть он все делает. И десерты, и не десерты, и все остальное. Пусть занимается. Тем более за десерты мы вроде больше получаем, если я не ошибаюсь. Надо узнать. Фига себе там еда даже показана. Ну он только хлеб делает, ему вообще как-то по боку. Ему дай только повод хлеба сделать. Ну да, столы не забиваются, это хорошо. Так, повар рапнулся. Хорошо. Тогда повышаем ему, наверное, скорость нет. Но навык для основных блюд я бы ему апал, потому что больше монет лишним точно не будет. Так, бочка. Новая бочка. Давайте смотреть. Бочка для лимонада стоит 200 монет. Сейчас немножко подождем. Ее еще надо будет заполнить, кстати-ка. Не все так просто в этой жизни. Купить-то купил. Но заполнить это уже совершенно другое дело. Все, немножко мы с вами заполнили. Наполовину практически пойдет. У нас появилась новая бочечка. Теперь у нас пиво, лимонад и вода. Окей. Там еще, смотрите, есть молоко, сидор, медовуха, эль, вино. Ясненько. 60 посетителей в день. Ну столы... Вот, смотрите, забились. Забились столы. Уже не вывозят. Уже не вывозят. Ну, это только под вечер, да, так забивается. Прям под завязку. Кстати, можно повысить левел. А, то есть, если я, допустим... Не хватает ингредиентов. Чего не хватает? Закончилось у нас с вами... Ну, давай куплю. Где-то двадцатку. Закончилось пшено. Хорошо. Так, еще два задания. Получите в среднем 0.05 за еду. Готово. И купи новую бочку лимонад. Также готово. И получаем еще 150 монет. И у нас следующее это подавать только десерты. Давайте это тоже сделаем. Все. Теперь только десертики будем с вами подавать. Исследование также завершено. И особое мероприятие. Что это значит? Вот так работает мероприятие, когда ты их разблокируешь. Ага. Кнопка мероприятия. Нажми на кнопку с плюсиком. Выбери мероприятие. И нажми, чтобы его подтвердили. Ждя наступление дня мероприятия. И что это мне даст? Видимо, больше народу может, да, будет? Хорошо. Так, следующий день. Давайте, во-первых, начнем это изучать. Во-вторых, кого-то прокачаем. Больше чая в их. Замечательно. И что у нас? 300 монет. Сможем ли мы с вами улучшить нашу... Сможем. Не сможем. Нам, наверное, не хватит денег. А на это я тоже деньги, да, трачу, когда сношу? Охуеть. Даже когда сношу деньги, трачу. Это, конечно, сильно. Так. Ну, это я подготовочку сделал. Пока что никто же не видит, что там, правильно? Так что нормально. В минус. Ну, это, может, мы зарплату выдали. Новое задание. Купи подиум для музыкантов. И наполни 150 литров любого напитка. Фига себе. Достигни двух звезд у любого блюда. И подавай только десерты целый день. Это мы уже с вами выполняем с десертами. Движ, да? Хорошо. Так. Где, давайте думать, у нас будет подиум для наших, собственно, мужичков, которые будут петь? Я бы, на самом деле, сделал его прямо где-нибудь здесь. Да? То есть, вот, допустим, люди заходят. Здесь подиум. Здесь у нас сидят, кушают. Да? Вот тут вот тоже сейчас будут сидеть, кушать. Столики я немножечко перенесу. Расширю еще на один блок вбок. И этого нам пока что будет более чем достаточно. То есть, этой таверны будет нам хватать. Ну, я надеюсь. Так, 60 монет есть. Готово. Начинаем тогда по чуть-чуть с вами разбирать. Готово, готово. Это тоже все деньги. А, мы получаем, что ли, за это деньги? Написано, а мы тратим и получим. Что? Не понял. Вот сейчас недопонял. Ну, ладно. Так, текстура пола. Естественно. Благо, хоть она бесплатная. Спасибо. На этом. Так, забираем вот это вот. Все с вами делаем. Потом. Стеночку мы ставим с вами вот эту. Хорошо. Как мне перенести какой-то предмет? Ага. Вот как. Хорошо. Я бы вообще-то на кухне убрал на самом деле, да? Оно здесь вообще не смотрится. Поэтому мы это закидываем на кухню. А здесь не место. Что это значит? О, можно красить разную мебель? Не, нельзя. Можно, но нельзя. Я тебя понял. А, я, наверное, получил деньги за светильник, который здесь у стены был. Вот же, что я деньги-то получил. Это многое объясняет тогда. Так. Давайте-ка мы куда-нибудь светильник пока сюда бахнем. И все, денег у нас не осталось. Вот тут у нас два челика пока что вообще в темноте сидят. Ему нормально, я думаю. Так. Наш чели капнулся. Быстрее разлив пусть сделает. Проводит, да? Надо не забывать, что еще тут все заканчивается. Я сейчас все деньги потрачу. Потом буду даже без пива сидеть. Все. Самое важное я сделал. Освещение. Столы сейчас будем, да, покупать. Переставлять. Всем этим мы сейчас еще будем заниматься. Дальше сейчас прямо занялся, на самом деле. Разно с видео пошло. Как-нибудь вот сюда так, вбок бахнем с вами. Хорошо. Неизвестно, как это сейчас все отсюда исчезнет. А, они не счастливы ушли. Короче, надо этим заниматься перестановкой после того, как все уйдут. Я вас понял. Я вас понял, я вас принял. Как бы запомнил. Я, на самом деле, еще дверь вот отсюда сюда перенес. Я так понимаю, они, наверное, смогут спокойно вот здесь вот ходить. Я думаю, это будет лучше смотреться. Хотя, дело такое, сами понимаете. Ну, нормально, смотрите. За одну серию расширились неплохо, да. Все сделали. Куча исследований изучили. Я уж не думал, на самом деле, что мы столько исследований сможем за раз сделать. 57 человек в день, офигеть. Это сильно. Это правда сильно. Ну, ничего, мы с вами тут такую красоту наведем. У нас будет самая лучшая таверна среди единственной таверны в этом королевстве, я не знаю, в замке, в этой территории. Тут, я так понимаю, больше таверн нету вообще. У нас таверна, короче, в конце самом, да, будет больше, чем сам замок. Я вам отвечаю. Именно так все и будет. Так, задание выполнили, наподавать десерты только... Это самое. Ага. Так, ну, давайте мы с вами переставим столики. Сразу же. Допустим, как-то... Вот так. Да. Да, они будут как-то однообразно тут сидеть, находиться, но... Почему нет? Ну, тоже думаю, почему нет. Здесь я добавлю еще два стола, обязательно. Или как-нибудь потом сделаю, чтобы все красиво смотрелось, потому что, ну, как-то все слишком это... Скажите. Можно как-нибудь вот так, например, сделать. Чтобы все нормально смотрелось, а не так, как сейчас смотрится. Я бы даже как-то вот так вот сделал тогда. Вот так, да, допустим. Вот так. Потом здесь еще можно будет какой-нибудь один столик поставить, как вариант. Или что-нибудь сюда поставить интересное, да? А здесь, что? Здесь, как ради разнообразия, я могу сделать что-то такое. Во. Чтобы все слишком однообразно не смотрелось, опять же. Можно сделать что-нибудь такое. Так, и по поводу... У нас появилось с вами новое кое-что. А именно это... Где оно вообще находится-то? А вот, это подиум для музыкантов у нас с вами. Уфигасе он. Не маленький, не маленький подиум. Его, кстати, к самому краю, к сожалению, ставить нельзя. Тогда можно, кстати, его прямо где-нибудь здесь забабахать. Или вот здесь. Даже не знаю. Лена, я хотел, на самом деле, чтобы он у нас прямо у края стоял. Почему его у края поставить нельзя, я недопонимаю. Что еще эти стрелочки, значит, я тоже не понимаю. Это куда он будет смотреть, да, музыкант? Куда петь будут, наверное, когда смотрят. Ага. Ну, я не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Ну, не знаю, не знаю. Как вариант, тогда, раз уж на то пошла пьянка, на самом-то деле, я бы отсюда сейчас столы все поубирал. Поставил бы их как-нибудь вот так. Допустим. Вот так. И подиум я сюда уж прям закинул. Во. Как-нибудь вот так вот я его бы закинул. Естественно, нужно немножечко вбок увести. Чтобы был какой-то небольшой проходик. Как-нибудь вот так вот делаем. Я бы тогда, наверное, этот стол вообще куда-нибудь... Вот так вот я бы тогда сделал вообще. Только, наверное, как-нибудь все-таки боком, бочком-бочком. Во. Музыканты будут смотреть вот сюда. И здесь сейчас что-нибудь придумаем, как столы расставить. Вот так вот я бы даже сделал тогда, да? Угу. И вообще вот так вот, смотрите. Здесь было больше пространства для ходьбы. Окей. Этого должно хватить. Начинаем с вами... Следующий сейчас с вами день. Еще у нас, кстати, картину мы получили. Мы можем ее с вами поставить бесплатно. Бесплатно. Сколько? Офигеть, она нам дает. Она... Она очень много дает. Я бы тогда сделал как-нибудь вот так. А будем вот так. Во. Пойдет? Думал, пойдет. Смотрите. Вот так вот все смотрится. У нас 700. Офигеть. 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 Начинаем следующий день. И... Найми несколько музыкантов. Обслужи более 50 посетителей за один день. Наполнить 150 литров любого напитка. Достигнет 2 звезд любого блюда. Угу. Я так полагаю, мы теперь можем готовить все, что угодно. Делаем вот так. Вот что значит 2 звезд. И они прокачиваются у нас с вами. Так. И... Нанять музыканта. 10 песен. 100 в день. Офигеть. Давай вот это 50 в день. Да. Давайте вот так. Все. Готово. Музыкант сейчас должен перейти петь. Я надеюсь. Это же не скам на деньги был. Ха-ха-ха. Группа из одного участника. Задание выполнил? Выполнил. Знаешь, что они должны работать. Мы, кстати, сейчас еще 200 монет с вами получим. Только где музыкант? Я не вижу. Нанимать же его здесь нельзя? Нельзя. Значит, все не просто так. Все. У нас появилась с вами еще какая-то движуха. Можно провести. Но мы ее проведем, когда больше столов поставим. Я вот так вот хочу. Ну, музыканта нет. Я не знаю. Банторск. А, выбор будет применен завтра. Вот в чем прикол. Все, окей. Так, следующее, что у нас есть, это какие-то приключения. Кстати, что это значит? Звучит интересно. Погнали глянем. Тут что? У нас повар апнуса опять. Мы ему за простые блюда опять закидываем тут бонусов. В ящике закончилось что-то-что-то. Но мы пока вторым пусть давай будем пользоваться. Также я хочу заполнить, наверное... Заполним все. Чтобы на ближайшее время проблем с этим не возникало. И сейчас мы с вами будем ставить столы. Это чуть-чуть не хватает. 50 человек обслужить не успеем, наверное. Да. Да, не успеем. Хотя не факт. Может и успеем. Все возможно. Все возможно, так сказать. Не хватает буквально... Не, 12 человек. Не, 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 12 человек. Ни в какую не получится. Тогда мы с вами что делаем? Мы с вами ставим столы. Жалко, нет каких-то угловых, знаете, столов. Чтобы смотрелось как-то нормально. Я бы два длинных хотел поставить. Вот здесь вот как-нибудь по бокам. Хотя... Не, 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 не. Фигня. А, этот стол с ободком. Смотрите, вот почему он столько стоит. Мы пока с вами с обычными столами. Давайте лучше закинемся, так сказать. Обычные столы тоже нормальные. Не обижайте обычные столы. Они вам ничего не сделали. Ставим их как-то вот так. И вот так. Также вот здесь столик. Все. Давайте сидушки, естественно. И денежки у меня кончаются. А, кстати, здесь не влезет. Здесь не влезет. Тогда как сделаем? Тогда сделаем как-нибудь... Так, здесь вот так вот. Давайте пока сюда тогда сделаем. Здесь оставим небольшой проход. Но я даже не знаю, как все сделать так, чтобы все было удобно и красиво. Я тогда давайте отсюда стол уберу. А, нет. Тут же еще люди сидят. О, все уходят. Хорошо. Так, так, так. Ну, как-то сделать, чтобы все нормально смотрелось у нас, да? Угу. 1500 монет, офигеть. Офигеть. Это за покрывало? Наценка такая. С ума сойти. Вообще, знаете, надо как делать? Вообще, в принципе, как надо расставлять? Надо, по сути, еще на один блок вбок выставлять нашу всю движуху эту. Тогда все будет равномерно смотреться. И тогда я смогу все красиво рас... Да, 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 да. Все именно так. Надо, короче, накопить деньги на то, чтобы я смог еще один раз, собственно, увеличить нашу таверну. Тогда все я смогу расставить красиво. Музыкант, смотрите, пришел. Хорошо, балдеж. Минус 120 монет? Нормально. Бодро идем, ничего не скажешь. Новое задание также появилось. Повысить любого работника и купить любой ингредиент сто раз. Скоро, кстати, еще 200 монет получим. Тоже неплохо. Так, обслуживание пошло. 70 человек на две официантки. Как думаете, хватит? Звучит как-то не очень. Ну, я надеюсь, что хватит. Так, десертики, смотрите, кушают. Впервые вижу. О, еще десертик. Нормально. Бам-бам-бам-бам. Какой мужичок волосатый. Нормально. Монобровь-то какая. О, в общем, нормально, нормально. Так, ну, нам, да, надо накопить немножко денежек, собственно. Полушаем левел. Какая-то вкуснятина. Здесь ничего не делаем. А здесь мы можем апнуть нашу официантку. Чтоб переносила больше, естественно. Пусть там носит всем-всем, что можно. Все, что можно, надо носить. Так, также выполняем задание. Получаем денежки. 200 монет. На дороге, знаете, не валяются. Так, и мы с вами расширяем последний раз. Я надеюсь. В следующий раз, когда будет расширение, скорее всего, будет путь уже на второй этаж. Ну, и что-то в этом духе. Также удаляем. Бац-бац. Да, тут, кстати, освещение теперь пропало. Отчасти это, конечно, нехорошо, но... Ну, ладно. Как смотрится. Ну, не, не то. Плиточку. Спасибо. Так, опять же, делаем здесь вот это вот все. Расставляем. И... Естественно. Надо было, наверное, подождать, когда день пройдет. А то они еще без освещения тут сидеть, блин, будут. Надо им какое-нибудь освещение фастом накинуть. А, мне денег нету. Нету денег. Но вы это, крепитесь там. Хорошо, деньги появились. Освещение. Напольное освещение стоит нормальное 200 монет у нас, да? Так же есть на крыше его освещение можно поставить. Но это не то. Мне нужно какое-нибудь напольное нормальное. Допустим, ну, 200 монет это много. Чем разница этих факелов, они типа дальше херачат или как? А, не все одинаковые. Я сейчас пою, что они все одинаковые. А, кстати, на дверь тоже влияет, видите? Тут показано, что только в этой части освещения будет из-за двери. Фига себе новость. Ну, прикольно, прикольно. Так, ну, мы давайте накопим все-таки на напольное, собственно, это самое. Освещение. Так, качаем нашу девчулю. Зарплата ей повышается. Я бы, знаете, я бы хотел еще одну официантку нанять, которая может приносить 8 напитков. Вот что я хочу сделать. А ту я бы уволил. Как бы печально не звучало, да? Вот эту, да, уволить? Да, мы ее увольняем. Да, я ее оплачиваю ей зарплату, но мы ее увольняем, потому что чем больше напитков, тем имбовее. Так, переключения мы с вами исследовали. Без понятия, что это значит. Давайте пока L. Раз на то дело пошло. А что за приключения, я не знаю. Что-то мы с вами исследовали. Где оно находится? Что это значит? Какое-то переключение. А, во! Что это? Стол авантюристов. Стол авантюристов используется, чтобы нанять авантюристов для выполнения специальных миссий. Фига себе! С целью добычи редких ингредиентов для приготовления особых блюд. Нифига себе! Это последнее, что я ожидал увидеть. Что у нас тут еще можно будет что-то искать, исследовать. Интересно. Интересно. Ну, мы ждем, пока день завершится. Хорошо. День завершился. У нас всего с вами хватает. Что мы делаем? Мы сейчас с вами ставим столики. Стулики. 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 Ну и все остальное. Погнали. 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 Еще раз погнали. Так. Сразу же. Естественно, все у нас будет относительно синхронно. Ну, в том плане, что, как это, как это, несинхронно. Ой, блядь, ладно. Мне сегодня тяжело общаться, как я могу не заметить. Так что даже пытаться не буду. Все параллельно. Во, во. Что все нормально смотрелось. Так. Это вот так вот мы расставляем. То есть, так вот, столы у нас с вами стоят. Сразу же следующие столы идут. То есть, раз. Да. Два. Сидушечки. Естественно, куда без них. И, что самое важное, как мы будем расставлять столы. Судя по всему, я вот сейчас так подумал. Лучшее, что я могу в данной ситуации сделать, это оставить здесь пустое пространство пока что, да. И столы поставить где-то по бокам. Вот так вот как-то сделать. И все у нас будет выглядеть относительно привлекательно. По итогу. Денег не хватает. Как-то вот так вот. То есть, это главный такой проход. Да. Здесь музыканты у нас поют, что-то делают. А потом в будущее, может, как-то это место украшу. Поставлю здесь напольные светильники. Да. Это будет как будто главный проход. Ну, звучит неплохо. Звучит, правда, неплохо. Жалко, конечно, что вход нельзя изменить. Тут вход, видите, только вот здесь вот можно сделать. Вот здесь. Только здесь и смотрится по итогу. Это, конечно, не очень, но... Ладно. Ладно, друзья. Давайте-ка на этом мы закончим. Продолжим уже в следующей серии. А с вами был, как всегда, Залево. Если вы впервые на канале, то обязательно подписывайтесь. Ставьте лайки, не забывайте прожевать колокольчик. И оставайтесь на канале. Да, предлагайте игрушки. Залетайте к нам в Дискорд канал. Я отвечаю там на все сообщения. Потому что тут я могу вас потерять. И буквально забыть, что вы писали. А там я иногда просматриваю. Если вы предлагаете игрушку, то я вот, например, мне написали несколько месяцев назад по эту игру. А я сейчас взял, посмотрел и записал её. Да. Всё. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.